Привет, комрады! Многие выживальщики живут в ожидании конца света. И я хотел рассказать о том, когда это будет. В Ветхом Завете Господь много раз предупреждал евреев. Он говорил им, что если вы будете себя плохо вести, то я вас рассею по всему свету, и у вас будут большие неприятности. Но евреи продолжали поклоняться своим идолам, и так с ним случилось. Они рассеялись по всему миру. Но Господь, вот это 36 глава пророка Езекииля, Он говорит, возьму вас из всех народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. То есть Господь в конце времен, Он обещал, что об этом несколько раз написано в Библии, что Он соберет их обратно в их землю. Один из признаков конца света – это образование государства Израиля. Ну вот образовалось оно, что дальше? Не наступил же конец света. Конечно, не наступил. Вот перейдем в Новый Завет и посмотрим, что говорит Иисус. Также услышите о войнах и военных слухах. Восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все это начало болезней. То есть моры – это болезни очень сильные. Вот, например, в Средние века эпидемии чумы убивали по 30-50% населения в каких-то городах в Европе. Но сейчас мы не наблюдаем таких болезней. Ничего этого нет. Это 24-я глава Евангелия от Матфея. Теперь посмотрим, что тут еще у нас. 21-я глава Евангелия от Луки. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Под знамением солнца, волне и звездах. То есть море вошумит и возмутится. Ну, ужасно абсолютно будет. Вот перед предшествием. То есть начнутся эти ужасные болезни, какие-то катаклизмы. Ничего этого сейчас нет. То, что в каком-то Таиланде там как-то смыло каких-то нехороших людей в море однажды. Ну, вы извините, но это мелочи. Мы живем сейчас в прекрасный климат. В большинстве стран, даже и христиан-то никто не обижает, не трогает. Хотите выходить в церковь, находите, пожалуйста. Никто вас не трогает. Никто вас не обижает. Сейчас этого нет. Еще посмотрим. Послание к фессионгийцам второе. Послание к фессионгийцам. Павел, апостол Павел, призывает не спешить колебаться умом, не смущаться от духа, не от слова, будто нами посланного, а как будто уже наступает день Христов. Да не обольстит, то есть не обманет вас никто никак. День тот не придет, доколе не придет. Отступление откроется, человек греха, сын погибели, противящийся и призначающий выше всего, называемого Богом и святынью. Так что в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. Сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. То есть вот этот самый антихрист, его эта печать, то есть сначала должны восстановить храм в Иерусалиме, потом там должна появиться некая личность, которая там сесть. Но пока этого ничего нет. То есть все эти признаки не сбылись. Ничего пока даже близко этого нет. Ну, кроме образования государства Израиля. Еще сейчас не буду искать по Библии. Иисус, например, говорит, что как было во времена Лота и Ноя, так же и будет и перед концом света. То есть в Библии, например, есть описано об этом, что люди все сделаны с извращенцами. То есть извращенцам было подавляющее большинство во времена Лота и Ноя. Тоже один из признаков. Сейчас тоже этого нет. То есть это еще не сбылось. Ну вот к чему я это все говорю. Сам Иисус сказал, что этот день никому неизвестен. Есть какие-то признаки, которые еще не сбылись, а сама дата, его пришествие и конца света, она неизвестна. Вот это по, так сказать, теории. А что на практике? Вот сейчас мы среди многих выживальщиков видим эти идеи, что все-все-все, сейчас вот закончится, наступит катастрофа какая-то ужасная, все будет конец света, вот он уже скоро, вот надо готовиться, ружье там держать, мешок патронов, кучу еды. И вот если люди начинают быть подвержены этими идеями, то они... Я очень простыми словами излагаю все. Не так, может быть, подробно, как следовало бы на самом деле все это передать. Если люди подвержены этим идеям, то с ними происходит нечто странное. Меняется их жизнь, они начинают вести, например, социальный образ жизни. Кидают общество, взрываются там в какую-то избушку, детей в школе не учить, учиться из ружья стрелять и все, там, огород растить. Больше ничего не делать, больше ничего не нужно. Или у меня, например, есть один знакомый, там, он не работает 30 лет, он проповедует какие-то странные идеи, что в Америке там какой-то бункер есть на военной базе, где выращивают людей, скрещенных с звероящерами, и эти звероящеры уже в каждом правительстве сидят. Ну и прочий вот бред вот. То есть эти люди начинают себя странно вести. Вот эта злая сила, которую они обоялись, она уже влияет на их мозги и заставляет их делать какие-то странные поступки. Тем более, если кто-то из этих людей, кто подвержен этим идеям, начинает проповедовать какие-то странные идеи. Например, там, я знаю людей, подверженных этим идеям, они плохо относятся к браку, к употреблению в пищу мяса, или наоборот, эти люди сделаются, например, очень агрессивными. Ну, вы понимаете, о ком я говорю? Вот есть один очень агрессивный вживальщик в российском интернете. То есть эти люди попадают под действие этой темной силы, и эта темная сила сделает в их жизни определенные дела. Не советую вам предаваться этим идеям, пока эти признаки не сбылись. Ну, практически в каждую церковь вы зайдете, там есть какая-нибудь странноватая, так скажем, бабушка, которая говорит, что вот-вот, она уже знает, когда конец света, он скоро наступит. Может, это не бабушка, может, это мужчина. Вот люди этим идеям подвержены. Прошу вас этим идеям не предаваться, почитайте Библию, там четко написано, какие признаки, некоторые из них я вам перечислил, вместо этих несколько больше. Ну, пока мы живем, пока все хорошо. Вот. И не слушайте, прошу этих людей, кто говорит, что скоро наступит конец, обратите внимание также на их поведение. То есть если в их поведении есть какие-то странности, особенно если они заметны даже через интернет, то с этим человеком, ну, если так мягко очень сказать, не все в порядке. Пока, комрады, заходите еще. Есть еще очень хорошие идеи, расскажу вам много интересного. Пока.